Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финал ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, среда, середина недели, экватор некий. Ну и мы с вами, как обычные, я бы сказал, и в степени необычные люди, этот экватор сегодня будем переходить. Обсуждаем мы прежде всего ситуацию на финансовых площадках, конечно же. Но с другой стороны, почему не обсудите что-нибудь иное? Так вот, эти обсуждения сегодня у меня в студии с удовольствием. Я представляю моих коллег, сегодняшних гостей. Это Александр Потавин, начальник аналитической службы IT-инвестпроспект. Добрый вечер, Саш. Добрый вечер, Лик. И это Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе. Добрый вечер, Вай. Добрый вечер. Как дела традиционно ваши? Вне, вне фондового рынка, вне финансового. Да все нормально. Все нормально. Все хорошо. Все хорошо. За исключением того, что мы обсуждали за эфиром, за исключением трафика московского сегодня. Вся Москва стоит и приходится делать лишние телодвижения. А это, конечно, в нашем-то возрасте. Это уже не... В нашем-то положении. В нашем, да. В нашем положении. Это не всегда, не всегда приятно. Уважаемые слушатели, информация для вас. Телефон в студии 6510-996, код Москвы-495. Звоните, спрашивайте, задавайте вопросы, делитесь мыслями. Также для этого можете использовать интернет-ресурс, как можно говорить. Сайт компании финанс.фм. Собственно, свой вопрос вы можете опубликовать и там. Тема сегодняшней программы... Ну, так мы витиевато ее сегодня закруглили. На какие новости реагирует сейчас фондовый рынок? О, как. Я так понимаю, что под оплекой, да, вот, чтобы именно так закруглить, было то, что фондовый рынок ни на что не реагирует. Да, Валь? Индифференте. Индифференте абсолютно. Что-то везде что-то происходит, каждый день случается. Кстати, давайте я начну. Меня очень позабавило. Но, к сожалению, эта забава для слушателей будет, может быть, не совсем эффектна. А коллеги в студии сейчас я вам покажу эту картинку. Ну, а для слушателей я просто, значит, сообщу, что надо сделать, если хотите, позабавиться. Значит, сегодня рейтинг в агентстве FITCH есть такое тоже. Понижает рейтинг компании Peugeot. Да. Ну, ничего страшного, наверное, в этом нет, просто сам факт. Итак, внимание, смотрите. Рейтинг компании Peugeot понижен до... И дальше идет B, английское B, A и 3. Вот если слушатели сейчас подключатся, напишите у себя на листочке. Рейтинг Peugeot понижен до B, A и 3. А вам я показываю, как это выглядит. До вас. Это гениально, мне показалось. Это просто бомба. Рейтинг Peugeot понижен до вас. Ну, да ладно. Вот такая вот замечательная история. Ну, а традиционно давайте я начну с того, что нарисую картину маслом. В Москве 18.08. Американцы открылись и что происходит сейчас, давайте посмотрим. Ну, все красненькое сегодня, все красненькое. Dow Jones 3% уже теряет. S&P чуть меньше, да, почти 2. Наш тоже, ребята, отличились сегодня. RTS 1482 пункта показывает. Ну, и чуть меньше процента снижения у него. МВБ даже поприличнее. Процент теряет 1459 в моменте сейчас. А сырьевые площадки, ну, бренд держится уверенно, кстати, 113.29 за баррель вот сейчас, в данный момент. Золото, кстати, откорректировалось немножко, но, тем не менее, да, с хаев вот этих, а нынешних до 1760 сегодня сходило. Ну, и пока уровень держит. Надо сказать, что евро-доллар у нас все-таки опустился в очередной раз ниже 1.29. Вот, ну, видимо, 1.28, наверное, ему стоит еще раз потрогать. Никуда не идти. Потрогаем. Потрогаем. Ты за него, да, Саша? Потрогаем. Не, ну, так, техническая картина. Техническая картина, конечно, конечно. Хороший, причем там такой уверенный тренд, уверенный диапазон, нисходящий сейчас на часовой, как минимум. Это так, это я согласен. Ну, и основной набор голубых фишек сегодня в красненькой, тоже в красненькой территории. За исключением МТС обычка, которая торгуется лучше рынка, сегодня полтора процента прибавил. 2.29. А сейчас... Отыгрывает падение. Отыгрывает падение, да. За всех причем отыгрывает. За мегафон. За мегафонды, которые, да, только пообещали пока еще только. Вот такая картина маслом, еще раз повторю, что, собственно, происходит. Давайте об этом поговорим, Саш. Да. Что происходит сейчас на финансовых площадках в принципе, почему они снижаются, ну, я так понимаю, снижение не особенно, может быть, бурное. На что они реагируют, почему они такие красные? Ну, неделю назад были зеленые. Да, то есть это нормально. Да, то есть, по сути, свои вот то, что все движения, которые мы сейчас видим в Америке, те, которые видим у нас, это, по сути, такой большой широкий боковик, а если кому-то угодно, то даже какой-то сужающийся треугольник там можно нарисовать. О, я сегодня видел такую фразу где-то в ленте новостей, что индекс ММВБ, значит, да, погруженный в этот самый треугольник, который уже сужается, сужается. И дальше, собственно, такая замечательная мысль, ну, почему на конец недели, да, в конце недели нас ждет бурное движение, бурное движение. Да, да, я жду этого. Ох, уж эти аналитики, это не твоя, кстати, была тема? Возможно, моя. Может быть, твоя, да? Ох, уж эти аналитики, как они любят все это дело. Достали своими треугольниками. Да не, нормально, нормально. Нет, кстати, треугольник, это вещь такая, субъективная, мне кажется, да, я вот, если говорить о техническом анализе, все-таки анализ графический, вот, в разряде графических фигур, как-то не очень приемлю. Ваня, ты как к нему относишься? К графическому анализу? Я вообще к техническому анализу отношусь. Не отношусь. Но плевательски, да? Ну, я считаю, что это... Нет, ну, а как ты его? Ты презираешь его. Нет, не то, что презираешь, это для определенной группы людей, которые вот следят неотрывно за графиками, за тем же событиями, которые происходят за новостями и пытаются вот отыгрывать именно вот конкретные какие-то спекулятивные темы, что, наверное, есть, как бы, ну, то есть, тоже род занятий такой. Вот, я просто отношу себя больше к инвесторам, более спокойным, более принимающим такие взвешенные решения. Ну, на график инвестора иногда надо какой-нибудь, на месячный график посмотреть-то, нет? От рада. А то ты купил, а там, вон, что делается, не растет ничего. Какой же ты инвестор? Ну, месячный график, месяц вообще для инвестора, это, там, крупинка одна, маленькая совсем, это не... Не-не-не-не, видно, что ты не владеешь техническим. Месячный график, значит, каждая свечечка, каждый, это месяц. А смотришь на огромную перспективу, да? А мне надо смотреть не назад, а вперед. Вот в чем разница. То есть, то, что было... То есть, ты дорисовываешь свечки, что ли? В некотором роде свечки дорисовываю. Самое главное, их не ставить. Я понял тебя. Ну, хорошо, ладно. Саш, давай вернемся. Итак, собственно, по какой причине мы сейчас? Я понимаю, что мы в диапазоне, но, в конце концов, почему бы нам не выйти в верхнюю его границу и радостно поскакать? Да будем еще и в верхней границе, и все остальное будет. Ну, просто со временем. Но мы сейчас же в консолидации. Так. Вот. Поэтому, какие поводы для роста? Вот кроме того, что там три недели назад ФРС объявила, там QE3. Ну, по сути своей, смотрите как, вот этот фонд, вот эта вот программа ОМТ, это, ОТМ, от Европейского Центрального Банка покупки активов, она не заработала? Пока нет. С Испанией проблемы с их вот этими финансированиями не решены, не решены. Греции там, ну, возможно, какие-то подвижки будут, но тоже вопрос там на ноябрь отмиссион, там, потому что денег пока до хватит, до ноября, там, да. Пока тоже не решена. Вот, что еще у нас в Америке, Алко как-то так мутно как-то отчитался, вроде как и прибыли есть на акцию, да, но в то же время зафиксировал убытки и худший отчет за последние, там, много лет. Тоже вроде как-то вот так, отчет какой-то, ну, по крайней мере, акции на постмаркете, когда вот мы открывали сегодня рынок, они снижались в минус один процент. Ну, это вполне возможно, они еще не продолжат снижаться, потому что, в принципе, отчетность, конечно, не аховая. То есть, компания, конечно, удалось нивелировать там слабеющий спрос в Азии, там, какие-то свои отдельные корпоративные издержки, но, тем не менее, все равно эта отчетность недостаточно сильная для того, чтобы толкнуть рынок, ну, по крайней мере, акции компании вверх. Ну, а плюс к этому, еще на этой неделе у Америки идут большие размещения. Допустим, сегодня, если мне память не изменяет, там, одних от четырехнедельных бандов будет размещено аж на, по-моему, 40 миллиардов долларов, помимо десятилеток еще на 20. Вот как-то так. Поэтому, традиционно, когда большие размещения трейджерс приходят, они все-таки, если рынок у банков активно нет, то, в принципе, часть денег берется с фондового рынка. Ну, это логично. И, тем более, вот, если мы смотрим сейчас на Форекс, да, там доллар укрепляется, и по этой причине тоже может быть, да, спрос на доллары для того, чтобы покупать. Ну, по сути, да. Там ведь надо смотреть на дельту, на дельту погашений и размещений. То есть, если у нас вот погашений больше, чем размещений, соответственно, ну, как-то рынок, особо на вот эти размещения облигации, не реагирует. Если у нас объем размещений больше, чем объем погашений, соответственно, тогда у нас все-таки... Появляется дополнительная необходимость ликвидности, да? Дополнительное давление на фондовые рынки, да. Очень интересно. Хорошо, давайте мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Я прошу прощения. Микрофон не в то положение воздавил. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем традиционную ситуацию на финансовых площадках. Ну, и вот в заголовок мы вынесли такой вопрос. А что сейчас является интересным, да, слушать? На что реагируют финансовые рынки? Что им интересно сейчас? В гостях у меня, напомню, Александр Потавин, начальник аналитической службы IT-инвестпроспекта. Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе. Ну, Саш, я прервал тебя. На новости мы уходили. Собственно, актуальна сейчас... Отчетность, да, американских компаний? Да. Прежде всего. Ну, вот ты вспомнил о размещениях. Да, да, да. Продолжай. Не, ну, здесь тема-то уже понятна всем. Просто традиционно, прямо накануне сезона отчетности, тем более, что именно этот сезон отчетности почему-то и... Ну, большинством аналитиков ожидается достаточно слабым, поэтому здесь вот мы вчера увидели такую просадку американских индексов. Я думаю, что сегодня, знаете, как обычно традиционно по технике, американский индекс, если они задали темп снижения предыдущего дня, ну, как правило, вот там в ближайший час, вот после начала следующей торговой сессии, скорее всего, движение, оно вниз, оно прекращается... Ну, я сейчас на график CP смотрю как раз, он так, действительно, убедительно, как вот ты не видишь... Падает, да? Падает. Ну, падает, дело не в этом. Действительно, черная свеча рисуется сейчас, дневная. Я имею в виду, не любишь технический анализ, но вот убедительный такой диапазон рисует, да, 14,70 сверху, 14,30 снизу. Две линии провел, пожалуйста, зарабатывает. Нет, а просто дело в том, что, ну, можно по угодному, вот как угодно говорить о теханализе, просто для тех игроков, которые, ну, пришли на рынок за быстрыми деньгами, они предпочитают как раз покупать акции в расчете не на среднесрочные какие-то макроэкономические там или корпоративные новости, показатели, а именно вот на короткие движения. А короткие движения как раз, и они пытаются вычленить из всей вот этого рыночного шума какие-то более-менее понятные движения к чему-то, там, поддержки, треугольники, там, вымпелы, там, всякие головы, плечи и все остальное. Поэтому, в принципе, это работает, потому что на это много умов заточено, вот только поэтому. Вот, ты записывай, записывай, записывай. Не, ну, это вообще-то короткосрочно. Ну, и понятно, да, да, спекулянты, спекулянты, право это говорить. И сколько обычных убыточных людей, девочных, торговцев, которые приходят за короткими деньгами. Коротких денег вообще на рынке. Ну, не короткие, не, мы не об этом говорили. Быстрые, быстрые, быстрые прибыли, это тоже вот как-то вообще с короткими. На фондовый рынок туда, вот это, в другое место надо. Вот, я скажу, мне кажется, банк, можно облигацию купить, ну, а даже облигацию для... Депозит лучше, чем облигация. Конечно, намного, намного. Ну, это, в первую очередь, это, спасибо, надо сказать, государственному регулированию налоговой системы Российской Федерации. Ты сейчас с иронией говоришь об этом? Ну, конечно, с большой иронией, потому что 13% платить со всего дохода, ужасно. Зато ликвидность значительно выше. Нет, это не неправильно, это просто сделан серьезный перекос. В сторону банков. Банки не платят, ну, в смысле, вкладчики банков не платят этого дохода наука. Почему-то облигационеры, они должны платить. Это серьезный удар по российскому фондовому рынку, потому что, как мы сейчас вот обсуждаем даже, да, у нас в фокусе, в первую очередь, долговые инструменты. А мы, Россия, как государство, большой барьер поставили перед долговым рынком со стороны частных инвесторов. А это вот по какой причине? По незнанию или... Это, ну, знаете, это, мне кажется, влияние банков. У нас очень сильный перекос в сторону классических коммерческих банков. То есть... То есть некое лобби такое, слово модное. Лобби. Ну, это исторически так сложилось. Если банки у нас в той или иной форме были практически там всегда, начиная с середины 19 века, то вот у нас фондовый рынок, ну, там 10 лет от силы есть, полноценный, более-менее. Пацан еще совсем. Конечно. Нам еще длинная дорога. В юноше, конечно. В юноше еще. Ну, так я, тем не менее, смотрите, Саш, ну, наверное, корректнее было бы не говорить ни о быстрых неких деньгах, да, там, ни о коротких. А это просто спекуляция. А спекуляция предполагает не быстрые, не легкие, а предполагает небольшие ценовые движения. Ведь ты, как инвестор, да, ты встал, и ты ждешь, не потому, что тебе ждать хочется, там, десятилетия, а потому, что ты купил, ну, условно, по 100 рублей, да, а ждешь, когда будет тысяча. Нет, ну, тут надо разделять, да, вот когда я купил акции, я купил долю в успешной компании. Согласен, согласен. Вот и все. Поэтому, как бы, если компания развивает... Хорошо, для чего ты это сделал? Чтобы потом ходить и всем, я, вы смотрите, собственник, у меня есть, да, я акционер Гастрома, у меня есть две акции. Купил акции Фейсбука на размещение. Да, 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 ты же не для этого сделал. Ты говоришь, она успешна, и, значит, цена на эту акцию логично будет расти, вот, да, логика? Да. Или будут дивиденды большие? Ну, тем не менее. Это связано с тем, что эта компания успешна, и действительно все будет хорошо. А спекулянт ведь, да... Ну, зачем золото покупают? Зачем золото? Оно дивидендов не приносит. Оно красивое. Оно дивидендов не приносит. Оно нарядно. Оно желтого цвета. Фейсбука на золото, да, но это что это такое? Это, ну, по сути своей, это вот участие в каком-то спекулятивном процессе. Если фьючерс, то да, а если физическое золото или металлические щита, то это как раз немножко другое. А что это тогда? Это инструмент инвестирования как раз, с надеждой на дальнейший рост. Ну вот. А фьючерс, он ограничен по сроку. Он закончился, либо заработал, либо проделал. Не, ну, ты склеишь, другой купишь. Этот продаж, следующий, какая разница? И две комиссии заплатишь. Ой, я тебя моляю. Ты рассчитываешь на такие, там, верхи в золоте, что ты, там, двадцать, 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 двадцать. А в любом случае, любая активная торговля, это довольно большие комиссии. Ну, по крайней мере, они сопоставимы, ну, не знаю, у кого как, может быть, да, ну, то есть, среди известных мне историй, это сопоставимо с налогом, который платится при этом. Так, ну, мне нравится, собственно, наш сегодняшний разговор. Понятно, что рынок ни на что не реагирует, поэтому мы решили о трейдинге немножко поговорить. У нас есть вопросы, давайте, может быть, тогда мы посмотрим на них. Один из, кстати, спекулянтов активных, ну, судя по вопросам, вот наш слушатель Андрей, он частенько задает их. Опять-таки, его очень интересует банковский сектор. Единственное, что, может быть, это не совсем глубые фишки, поэтому, ну, если сможете, да, прокомментировать, пожалуйста. Его интересует, во-первых, такая, такая история, связанная с МОСОБЛБАНКОМ, Андрюш. Ой, Саш, проходи, пожалуйста, я к нему обращаюсь. Ты как с МОСОБЛБАНКОМ дружишь, нет, Вань? Все, я понял, снимается. А в чем вопрос заключается? Значит, МОСОБЛБАНКОМ начал торговаться, минус 15% в первый день, утряска цены идет, ну, это вот вопрос такой. То есть, я так понимаю, это какая-то недавняя история, бумага, когда вышла. Не готов. Мы не в курсе, Андрей, не в курсе. Дальше. Начали принимать заявки на промсвязь банк, диапазон, я так понимаю, тоже, да, он выходит на рынок? Да, IPO. IPO. Значит, от 13,33 до 16 долларов за бумагу, промсвязь, интересно, как идея замены уходящему НОМОСОБЛБАНКОМ. Нет? Да? Ну, это хороший, потенциально хороший стейк на банке второго эшелона, не крупнейший банк. Промсвязь, да. Промсвязь, да. А действительно, это в некотором уровне был конкурент НОМОСОБЛБАНКОМ, но у них немножко разные бизнес-модели, и НОМОС еще пока не ушел. Но, тем не менее, да, бумага заслуживает. Да, да. Ну, в любом случае, это отличная фишка, потому что чем больше инструментов, тем лучше для любого инвестора. Есть выбор, если еще выбор, тем между ним есть конкурент. НОМОСОБЛБАНКОМ он себя хорошо зарекомендовал среди корпоративных клиентов, розничных клиентов, поэтому у него, в принципе, все достаточно хорошо. То есть, это не явная помойка, которая выводится ради того, чтобы акционеры отбили какие-то деньги, вот и все. То есть, это нормальный биржевой актив хороший. На него можно смотреть, да? Да. Адрюш, вот. От цены зависит. Да, 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 это вот я слушателю уже говорю, это вот ответы на твои вопросы. Так, еще есть один вопрос от Никиты. Ну, в данном случае Никита у нас фундаменталист, преимущественно, видимо, потому что его интересует ситуация в Европе. Читаю. Более чем полвека Европа шла к интеграции. В Европе так неспешно и расчетливо, казалось бы, разумно. А к чему пришли? Вот все кричали про Грецию, но ведь решением самого ЕС производство стали в Греции сокращено. А, производство стали, а там что, есть производство стали в Греции? Вот это да, все, все, день открытий сегодня у меня. Так, хорошо, но ведь решением самого ЕС производство стали в Греции сокращено на 30%. Такая же картина наблюдалась и в других небольших странах, которые чуть ли не теряли целые отрасли, когда к ним приходили более крупные конкуренты из соседних стран. Вы сегодня еще видите какую-то логику в Евросоюзе? Кому это выгодно сейчас уже вообще? Ну, бог не состарю, вообще логика есть в Евросоюзе? В Евросоюзе, конечно, несомненно, есть логика. Это как любой бизнес стремится к укропнению, так и любые государства стремятся к наращиванию своей мощи. Ну, вот, Варя, вот здесь то, о чем говорит Никита, я в какой-то степени соглашусь с ним, потому что, очевидно, даже в самой построении модели Евросоюза есть некий перекос, если позволить. И, собственно, инициатива создания этого Евросоюза, это, прежде всего, от Германии исходит, правильно? То есть, Германия ищет рынки сбыта для своей продукции, она их находит, деньги одни и те же, евры, не надо там, да, никаких валютных рисков закладывать. И вот вам красота. Ну, не только Германии нужен Евросоюз, другим странам и странам периферии, как выяснилось, он очень, в принципе, нужен. Нужен. Они могут помочь, в случае чего, есть большой карман, из которого можно взять еще немножко. Ну, подожди, но Греция дошла до ручки, пардон, до кармана до этого, потому что она... Пока не дошла. Ну, да, будем надеять, идет. Старается. Ведь она в этой ситуации оказалась, потому что она вошла в Евросоюз, а если бы она не была бы, может быть, все бы было бы... Нет, ну, тут нужно разделять Евросоюз и интеграцию, в первую очередь, политическую. Политическая интеграция – это несомненный плюс, потому что стираются барьеры, люди двигаются, там перемещаются лучше, проще бизнес вести. Открываются границы, да? Да, открываются границы, ну и в целом там есть сокращение сдержек на ту же оборону и так далее, и так далее. То есть, вот это есть несомненные плюсы. Монетарная интеграция, которая, собственно, не произошла, и это является минус замедленного действия. Вот в этом можно обсуждать, нужна ли монетарная интеграция какая-то, потому что, в принципе, бывают союзы и без объединения валюты, и без объединения центробанков и так далее. Но в этой плоскости можно задавать вопросы. Если задавать его в этой плоскости вопросы, то не все так, в принципе, ну так, прям плохо, как можно было бы ожидать. Могло быть намного хуже. Если бы такие же проблемы были, не знаю, в Франции, то мы бы, конечно, столкнулись бы с... Серьезным потрясением. Мировая экономика была бы на грани. Сейчас она, к счастью, не на грани. Именно мировая? Да. Не просто экономика Европы? Да. Саша, ты как к Евросоюзу относишься? Я хорошо отношусь. Хорошо, да? Да, все нормально у них. Ну, просто понимаете, в чем дело? Ну, как у любого объекта, который изначально вышел с какими-то благими пожеланиями, какие-то изначально рисков не просчитав. Откуда проблемы в Греции возникли? Из-за того, что она в свое время, так скажем, смухлевала еще со своей отчетностью. По темпам роста промпроизводства, ВВП. То есть, когда создавался Евросоюз, нужно было об этом думать, что кто-то будет мухлевать. И надо их проверять. Никто не ожидал этого. Никто не ожидал. Да. А лучше стали делать это. Я прошу прощения. Сейчас слушаем новости, а потом мы продолжим этот разговор. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем сухой остаток на Финам. Финам ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Я сразу же в моменте хочу вам сообщить, ну, наверное, новость. Поскольку у меня перед лицом графики, а у кого-то нет. Так вот, и учитывая, да, что сегодня среда, 18.31 в Москве, видимо, вышли запасы, да, сейчас. Статистика по запасам нефти. И мы видим бурный сейчас, бурный рост. Ну, вот, как минимум, я смотрю на лайтсвит, сейчас она просто выстрелила. Ну, так, а мы, мы? А мы, мы, а мы, мы. Сейчас, подожди. СНП-500 уже переходит в положительную территорию. Прекрасно. Да, евро-доллар вместе с золотом, кстати, да, устремился ввысь. И мы, мы. РТС у меня график. Мы тоже подрастаем. Сколько сейчас МВБ? Так, МВБ у меня нет. Давай я обновлю тогда сайт, потому что у меня только индекс РТС на графике. Так, а на сайте у меня такая история. 1459. Ну, видимо, еще не дошла. Не до конца, да. Информация еще не коснулась. Не дошла информация еще, да. Только по проводам еще течет. Да, 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 да. Ну, ладно, ничего страшного. Дойдет. Ну, и, кстати, и рублик тоже сразу же пошел в рост, да. Сегодня он немножко обстоятельствует. Вот это, на самом деле, на что реагирует рынок. Вот мне очень как раз актуален. Вот смотрите, вышли запасы, да. Ну, судя по всему, если нефть так пошла в цене, да, запасы, наверное, что сделали? Сократились, конечно. Сократились, все, и народ резко. Извините. Нет, нет, все нормально. Я себя просто иногда, да, чувствую, как в основной работе, да, преподаватель. Два плюс два, сколько будет? Замечательный ответ. Саш, ну, ладно, извините. Все, понятно. Нет, нормально, для эфира хорошо. Ну, для эфира, конечно, потому что у нас не все настолько продвинуты. Почему цена на нефть, потому что запасы сократились. Ладно, хорошо, продолжаем. У меня прикол будет, если сейчас мы посмотрим, что мы растем. И они снизились, они снизились, но меньше, чем продал рынок. Кстати, такое тоже бывает. Ну, отсюда всегда делаем вывод, что однозначных, да, реакций, к сожалению, не бывает. Давайте продолжим тему Греции, ну, и Евросоюза. Мне очень интересно. Это, значит, сошлись мы за эфиром на том, что все будет хорошо, конечно. Все будет, иначе быть не может. Сон-то как светило, так и будет светить. Кстати, что это не факт. Нет, нет, я вдруг вспомнил, что сейчас, какое сегодня число, 10 октября. Ноябрь, декабрь. А там, чего? 21-ое. 21-ое декабря. Морщит, сидит, морщит, лоб. Ты не знаешь, что планируется 21 декабря 2012 года? А, брось. Ну, да ладно, ладно, я хорошо. Мы будем с вами оптимистами. Так вот, солнце будет светить, оливки будут растить. А расти, и растить их будут, выращивать, и все будет хорошо. Но на пути к этому хорошо немножко поштормит. Да. Да, Саша? Как ты тут что-то себе представляешь? Да нет, ну, там, видите, как греки-то, они же хорошо хотели есть, пить и на пенсию уходить с хорошей зарплатой. То есть, и нельзя их в этом упрекнуть, да? Да, это, естественно, желание. Все мы хотим, да я до сих пор и есть, и пить, и все остальное тоже очень хочу. Американцы же тоже этого хотят, поэтому они постоянно наращивают свой госдолг по 1,2 миллиарда, триллиона, пардон, долларов, каждый год наращивают свой потолок по госдолгу. Ну, они не могут ничего с этим сделать, но не могут они заставить американцев жить себе. Раз кто-то доллар покупает, раз кто-то трешерис покупает, ну, почему бы этим не пользоваться? Ну, вот это вот такая вот мина замедленного действия. Оно не это, то есть, играть напротив этого, так скажем, долгового пузыря на рынке госдолгу США совершенно точно бесполезно сейчас. Но просто надо иметь в виду, что рано или после, мне кажется, все-таки, или кто-то там, или шаг сдохнет, да? Кстати, вот тему госдолгового подняли, когда будут ее обсуждать? Уже в следующем году, наверное, да, Валерий? Я думаю, что... После выборов. Ну, не, а эффективно будет обсуждаться до выборов. Да, в любом случае, и это очень важный... Это будет фишка такая политическая, и ее будут разыгрывать. Перед Новым годом, декабрь месяц. Ну, а, собственно, результат? Результат какой? Результат, очевидно, подниму. Да, да, планируемый, да? Деваться-то некуда, как Саша, правильно? Да. Деваться-то некуда. Ну, тут, видите, как жить американцы хуже не хотят, хотя, в принципе, вот все вроде как Обама говорит, давайте, давайте, сократим все такое. А с другой стороны, ведь фичи там всякие, S&P и Moody's там сказали, что, ребят, ну, вы как бы это, имейте совесть. Мы, конечно, ваши родные агентства, да, но мы вам все равно, ребят, понизим, если вы потолоку госдолгу не сократите и не предприните мир по стабилизации своих расходов. Вот, поэтому я думаю, что все-таки потрясет рынки в конце года, в начале следующего года потрясет изрядно, по крайней мере. За Америку волна очередная нам придет. Но уже после выборов, да? Мне кажется, да, да, выборов как-то, честно говоря, пока... Кстати, тема... Я верю в ралли, например, до выборов. В ралли? В ралли. В ралли. В ралли. До выборов. До выборов даже. Конечно. В ралли, они бывают разные, да. Ну, да. Три дня роста, это тоже ралли. Это тоже в некотором роде, да, ралли. Я соглашусь, кстати, мы видели, да? А сколько курить три было, да? Три дня. Три дня было, все. Я вот об этом и хотел сказать. То есть мы как бы, оно такое недолго, но какие вершинки-то какие там, да, оттоптали. Мама не горюй называется, конечно. Вот это ралли. Но потом будет отрезвление? Конечно. Ну, так всегда будет. Ну, а потом дальше будет зависеть от того, кто будет президентом у них. Ну, то есть вот существенная разница может быть, да? Если придет один, придет другой. Конечно. Ну, отношение к госдолгу раз, отношение к внутренней вот этой вот политике в плане здравоохранения два, отношение к богатым бедным налогам три и отношение к корпорациям, ну, то же самое налогам четыре. Я думаю, что я думаю, что этого достаточно будет для того, чтобы... Ну, и у них прям вот, да, на ваш взгляд, резко противоположные, ну, какие-то полярные у них точки зрения, да, у Обамы и у Ромни. Ну, так, если их поставить вместе друг с другом, да, то, конечно, разные. А если их поставить, там, одного поставить, не знаю, с Угу Чавесом, то, наверное, и один и другой будут примерно одинаковые. Ну, если сравнивать международных лидеров, да, вот, государства, вот, друг с другом они отличаются довольно кардинально, но в целом они вообще меряют одной линейкой. Ну, вот видите, как, ну, я, по-моему, где-то месяц назад читал, что вроде как, если Ромни будет, то для нас это будет... Да? Ну, для нас политически или... И политически, и экономически. Ну, видите, как, мы сразу будем, там, чуть ли не врагом номер один, и плюс к этому, соответственно... Я думаю, эта риторика, скорее, направлена, вот, на старший класс, тех, кому много лет, которые помнят холодильник. Ну, какие-то шаги, возможно, которые, вот, как, лишняя конфронтация, нам совершенно сейчас ни к чему с ними, с американцами. Плюс, к этому, что не будет никакой конфронтации даже. Американские инвестфонды, которые работают на России, они тоже будут, словом своего президента, прислушиваться. Тоже какие-то, может быть, там, лимиты дополнительные будут на нас закрывать. Не исключая такого. Не, а потом, смотрите, мы уже в ВТО сейчас, да, ну, практически все, даже неформально, да, может отразиться, как бы, сущий. Вы знаете, вот, ВТО очень интересная вещь, мы еще до нашего вступления в ВТО тоже смотрели динамику, там, по Вьетнаму, кто там еще у нас выступал, Израиль, вот, кто-то такие вот страны, которые уже, вот, а, Китай, нет однозначного, так скажем, вот, предпосылок для того, чтобы вот, если вступление в ВТО, только это должно быть ралли, там, на фондном рынке, там, рост в экономике, просто смотря, в зависимости от того, на каких показателях экономических страна пришла к ВТО, и что она от этого ВТО получает в итоге. То есть, если у нее плюсы с минусами примерно сокращаются, то, ну, нивелируют друг друга, то, в принципе, она ничего особо не выигрывает. Вот, и если у нее там, как бы, приток капитала и приток инвестиций тоже ждать не стоит, то есть, если страна не готова пока принять дополнительный капитал, потому что нечего... Это ты сейчас о России сейчас? Да, о России, да, если нам нечего предложить взамен этого притока капитала западным инвесторам, но с чего тогда будет? Почему он патичный? Почему есть? Мы даже предложили и успешно предложили, он Сбербанк разместили, ВТО можем разместить. Ну, это надо будет... Опять ты иронизируешь, да? Нет, абсолютно серьезно, нет, фишек, у нас фишки есть, и государство может сокращать, оно, по крайней мере, декларирует, что оно будет сокращать свою долю в экономике, и это, ну, как бы, это реально позитивный фактор. Но другой вопрос, как и с какой скоростью, то есть, грубо говоря, если откроются лимиты на Россию, прямо они, прямо вырастут, вырастут эти лимиты, и придут иностранные инвесторы, то им государство, в первую очередь, конечно, как основной владельца активов России, он предложит что-то, оно предложит что-то. Ну, то есть, инициатива должна оттуда пойти, я правильно тебя понимаю? От денег. Если есть деньги, есть предложение, у нас так, по крайней мере. Не очень логично, мне кажется, Саш, да? Если есть деньги, то будет предложение. У нас это связано с тем, что у нас в основном владелец, владелец основных активов в России, это государство, вот, и будут деньги, как говорят наши чиновники, теперь откроется окошко, вот откроется окошко, да, мы туда припихнем, там, сколько-то процентов Сбербанка. Нет, вот просто, условно говоря, там, если доля государства в том же самом ВТБ сократится, там, с 80 до, там, 75 процентов, от этого банк эффективнее не станет. Государство, те люди, которые сидели в ВТБ, те всякие там... Ну да, мы знаем их. Да, вот, они останутся сидеть на своих мостах, то есть, ничего кардинально не изменится. Вот, если предчастны собственники, он возьмет 51 контрольный пакет, то есть... Не факт, чтобы это лучше для банка? Нет, ну, по крайней мере, он уже сможет, уже какое-то там, в плане, все же кадр решает. Почему Газпром не любит? Почему? Ворует много. Так, я немножко отвлеку вас от этих важных сообщений. Смотрите, у нас... Газпром должен вообще, ну, там, в разы стоит дороже, если... Ну, сейчас Газпром не любит, потому что есть Новотек, который является более интересной фишкой, который активно растет, и Газпром... Газпром это отношение к российской, вот, к государственной экономике. Знаете, сейчас, там, EBITDA маржин Газпрома под 50 процентов. Ну, воруют, ну, не знаю, я там свечку не держал, не знаю, но в целом компания, в принципе, с точки зрения финансов выглядит очень привлекательно. А мне кажется, сейчас его не любят, потому что перспективы этой компании, они не очень там, они очень туманные. Вот, а, там, перспективы того же Новотека, они более радужные, более... Ну, а так, государственная компания? Частная. Частная, ну, тут есть и государственная, и Сбербанк, и государственная компания, все любят Сбербанк. Любой инвестор любит Сбербанк. А я тебе скажу, почему любит Сбербанк, это Наташа Лесина предложила, потому что там гробовые деньги. Извините, вопрос еще, Виталик спрашивает. Кстати, вот он эту тему подбрасывает, я не уверен, что... Я вот, например, не читал об этом информацию. Значит, смотрите, он говорит о заявлении генералитета Испании о возвращении франкистов при отделении Каталонии. Вау, страшное дело. Испания вообще нестабильная ситуация, там все пытаются... Отделиться. Отделиться, да. У них там языки разные в разных регионах. То есть, это вам не Греция? Ну, она не очень, не настолько монолитна, как некоторые другие страны. Ну, то есть, вот эта проблема, которую сейчас мы видим, экономически, ну, в какой-то степени там сейчас тоже тлеют, они там могут в результате-то, да? Ну, это не проблема Евросоюза. UK тоже, ну, Великобритания, она тоже периодически там в Шотландии поднимает вопрос о том, что давайте мы отделимся. И вообще, в принципе, фунты в Шотландии, вот которые бумажные фунты, они по-другому даже выглядят. Хотя являются фунтами Соединенного Королевства. То есть, это звенья одной цепи, но это разные цепи, и они бывают и политические, и экономические проблемы. Ну, хорошо, но тем не менее, я представляю это так. Когда все хорошо, да, ну, вот я имею в экономическом смысле, до кризиса, там, как угодно, то, естественно, какие-то сепаратистские разговоры, там, действия, может быть, даже, но это все вот такое, вяло текущее. А когда все плохо, да, то на этих вот, на этой волне, как раз, всегда крайние взгляды, крайние взгляды обостряются, и вперед из песни. Бесспорно. Такое же может быть? Ну, конечно. Вокруг застолья редко кто встает и говорит неприятности. Да, да, да. А вот когда потом похмелье наступает, начинают драться. Когда кушать нечего, жаловаться начинают все. Да, да, да. Ну, то есть, вот это логически. Потому что, вот, еще раз повторю, да, Виталий пишет именно так, что генералитет Испании говорит о возвращении франкистов. Это отдельная новость. Просто надо... С средствами массовой информации всегда надо что-то преподносить. Такое, чтобы было интересно обсасывать именно тему Испании. То там Каталония хочет провести выборы, то ей все-таки центральные власти Испании не дают эти выборы провести. То вот это вот новости. По сути, все это вот... Сейчас забастовка в Греции. Ну, кстати, вот такие новости. На них реагирует рынок? Ну, хотя бы краткосрочно как-то? Или он избиратель? Мне кажется, нет. Ну, спекулянты, наверное, какие-то... Давайте мы сейчас послушаем настоящие новости, на которые, конечно, реагирует рынок. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Собственно, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем обсуждать возможную новость, а точнее реакцию рынка на те или иные события. Вот одно из последних. И, кстати, сейчас я прочту сообщение Андрея, нашего слушателя, который задавал вопросы уже. Его последние события порадовали непосредственно. Он заработал денег на них. Я, тем не менее, напомню для слушателей, у них есть возможность позвонить. Телефон в студии 6510996, код москвы 495. Также известный ресурс финам.фм. Задавайте вопросы и, собственно, делитесь своими наблюдениями. Итак, читаю сообщение Андрея. Так, ну давайте вот это последнее. Олег, а вот хорошо. До новостей Сберобычка 92 рубля, а сейчас... Сори, 92.02, а сейчас 92.22. Вот, вот он спекулянт, пожалуйте. До мозга костей. Да, взял с плечом наверняка там что-нибудь, да, так раз и на новостях вот новостью озвучили уже запасы нефти. Все так резко возбудилось и Андрей заработал денег. Но почему нет? Пусть будет. Да, Вань? Не согласен? Нет. Дай Бог, все хорошо. Дай Бог, все хорошо. Да нет, там просто те игроки, которые на 5 миллиардов долларов купили Сбера по 93 рубля, они не будут его продавать по 92, по 91. Логично. Скорее всего, они вообще в ближайшее время продавать не будут. Пока стольник, я думаю, не уверен. Так же, как инвесторы Фейсбука. Инвесторы попали из Фейсбука. Единственное, вот в связи с тем, что видите, как Сбер-3, это 5 миллиардов, да, возможно, там Мегафон, тоже многие захотят поучаствовать, 3 миллиарда. А вот это вот Промсвязь Банк, это в районе 400 миллионов, да. Многие, ты имеешь в виду те за бугром или наши? Ну, вообще, вот лимиты на Россию, да, вот эти вот первичка, которая сейчас идет именно в конце года, первичное вторичное размещение акций, они все-таки отсасывают деньги со вторичного рынка, поэтому, возможно, мы столомимся заложниками того, что у нас на вторичном рынке денег и идеи становятся все меньше. Поэтому здесь как-то вот мы, видите, 3 недели консолидируемся. Честно говоря, уже просто у нас трейдеры и управляющие приходят на рынок, и просто следить, да, вроде особо никому ничего не надо, потому что все уже, те, кто купил, они уже все купили. Те, кто продал в кэш, они ждут падения, а его все нет и нет. Вот, и вот такая ситуация, она продлится уже, надоело всем. Ну, увы, такой рынок. Ждем новых денег. Ждем новых денег, конечно. Ты имеешь в виду, напечатают, когда известно. И приход на рынок новых денег, и когда, может быть, и напечатают, и, может быть, еще откуда-то возьмут, ну, раздадут к концу года обычно бюджетные деньги. Как тратится, они всем просачиваются, так или иначе в экономику они приходят. Ну, то есть, вот это твое ожидание ралли, ну, какого-то, да, предвыборного ли, предновогоднего ли, оно будет... Осеннего, да, осеннего, может быть, начало. Ну, такое романтическое название, такое, осенний ралли. Осенний марафон. Хорошо. Итак, давайте продолжим, давайте продолжим. Ну, учитывая, что мы обсуждаем события некие новостные, что в ближайшее время нам ждать, ну, и, может быть, это будет связано с пресловутыми движениями, да, выходом из треугольника, из диапазона, еще из чего. Саш, что в ближайшее время? Я на чем жду все-таки движения вверх, ближе к концу недели, это все-таки отчетность, кто там, Джип Морган, отчитывается, Велсфарга, по-моему, да? Да, да, да. Вот. По-моему, четверг-пятницу. Четверг-пятницу. Вот. Дело в том, что отчетность, я думаю, будет позитивная, не такая, как у Алко, то есть, по крайней мере, как всегда, ну, оценки предварительные всегда занижаются на период отчетности, как по Goldman Sachs в прошлом квартале, это было-то просто невероятно, там, чуть не в два раза, снизилась оценка буквально там за месяц, она вот снижалась, 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 и когда отчетность вышла, она вроде как не такая уж и сильная была, да, но она лучше оценки, ну, блин, ну, как же так-то. Готовили, ну, да. Мне кажется, да. Вот. И здесь, почему банки, я думаю, хорошая отчетность будет, видите, как два крупного банка американских, потому что, во-первых, стоимость активов на фондовых рынках росла в преддверии вот этих всяких запусков QE3, там, то есть, банкам о том, что индекс S&P ушел на 1200 пунктов, и вроде как все биржевые активы потеряли в цене, им сжаловаться не приходится. На вторичном рынке, благодаря всяким таким операциям твист и прочим там QE, то же самое, все прекрасно, и плюс к этому еще в Америке наметилась тенденция, по крайней мере, в третьем квартале она наметилась тенденция на то, что увеличиваются объемы потребительских кредитов и импотечных кредитов, и плюс к этому стабилизирует цены на недвижимость, и даже началась какая-то такая, ну... Шевеление. Да, шевеление в сторону вверха, вот, поэтому это тоже все-таки влияет на вот такие обосредованные показатели финансовой отчетности у крупных банков, которые как раз работают на ипотечном рынке, на рынке долговом, поэтому я думаю, что, в принципе, вот позитив будет. Валя, ты что ждешь? Я посмотрел на результаты, на самом деле, IPO Мегафона, в первую очередь, потому что это, ну, очевидно, хорошая компания, важно будет, почему они разместятся, важно будет, сколько... А какие сроки, кстати, у IPO этого... Ну, они вот начали сейчас принимать заявки уже, по-моему, мы открыли, ну, там, начали принимать заявки, вот, ну, неделями меряется. Ну, это никогда нельзя заранее, там, однозначно говорить, потому что Домодедово, оно, он, там, в свое время выходило прямо вот-вот, а потом, хоп, отменили. Вот. Ну, вообще, в целом, это будет характеризовать, скорее, ну, то есть, мы тогда сможем ответить на вопрос, не было ли случайности успешной SPO Сбера. Если Сбер, это фишка-фишка с историей, там, в принципе, понятно, почему, то есть, есть макрофактор, который говорят, что, да, можно вкладывать, то Мегафон, это, скорее, будет, там, флюгер того, верят ли в Россию вообще. И тоже рынок, вот, который относительно насыщенный мобильной связи. Потому что Мегафон, это вот такая вот компания, которая только в России работает, это именно стейк на Россию, вот, как он есть в совокупности. Вот. Это то, что может повлиять на рынки. Я думаю, успешно разместиться. Я тоже верю в это. Ну, тут важно, очевидно, они успешно разместятся, потому что они денег хотят получить. Вот. Но другой вопрос, почем? Вот. Скорее, скорее на это посмотрел. Плюс на Грецию посматривал бы, потому что они там опять начинают бастовать, опять что-то с чем-то не согласны, опять не хотят сокращать. Ну, денег им нужно опять, да, у них не хватает, там, сколько-то. Вот. Но при этом Меркель там периодически высказывания какие-то произносит. Я, извини, опять я уж грешу, средства массовой информации я смотрю, в смысле читаю, слушаю, смотрю телевизор, конечно, это не нужно делать, я понимаю. Но как-то так у меня с детства не задалось. И в какой-то программе, ну, видимо, далекой от того, о чем мы обсуждаем, была фраза такая, да, что вот визит Меркель в Грецию. И сейчас, вот, буквально цитату не вспомню, но мысль вот эта, значит, условно говоря, Меркель съездила в Грецию и ей ничего там не сделали, что-то вот такое, потому что там и забастовки, и по-русски кричали, да, но ее там не тронули. И вот это забавно, конечно. Ну, так в связи с этим на Грецию мы смотрим, потому что действительно... Ну, естественно, под прицелом периферии, но я бы тут больше смотрел не на то, что говорят, а на то, что делают, потому что очень много чего говорят. И Меркель тоже произносит много полезных вещей, которые вроде как должны влиять, но они не особо влияют. Ну, там, например, заявление о том, что Германия не хочет, чтобы Греция покидала еврозону, там, это заклинание змей, оно, они вроде как работали какое-то время назад, но сейчас, вот, если говорить о том, что влияет на рынок, да, то я не думаю, что это сейчас реально влияет на рынок, да, все смотрят на то, будут ли деньги, не будут ли денег. И просто основным вот донором вот этого европейских фондов всех является Германия, конечно же, да. Германия говорит, ну, ребята, действительно, у нас выборы в следующем году не за горами, да, и нам тут тоже вот выходить о том, что мы выйдем, о том, что мы спасаем всю Европу, а сами остаемся с протертыми штанами, тоже не хочется, да, поэтому, почему она ездит в Грецию? Она ездила в Грецию с инспекцией того, как у них там идут реформы, насколько там сильно они там готовы ужаться в своих расходах для того, чтобы жить посредством, тупо посредством жить, да, вот. Я думаю, что вот с учетом того, что вот она съездила и вроде как и в мелком сегментарии о том, что она одобрила те реформы, которые проводят сейчас Греция, я думаю, что ничего страшного не случится. Устаканилось там. В очередной транс дадут. Дадут таки? Ну а как, куда дадут? Нет, детцам действительно некуда, вопрос в том, что они взамен получат и получат ли взамен, потому что никто не допустит, конечно, дефолт сейчас в Греции. Ну сейчас ты имеешь в виду именно вот… Ну пока есть деньги, а деньги в принципе есть. Вопрос только в каком кармане они лежат. И если их перекладывать из одного кармана, другое, ну разумно попросить что-то взамен. Пока у них не получается что-то получить взамен, насколько я это вижу. Ну понятно. Хорошо, времени не так много. Еще все-таки один вопросик я задам, опять на предмет того, на что реагирует рынок сейчас. Оценка МВФ перспектив роста Испании. Испанцы посчитали полпроцента, а эти говорят, нет, у вас будет все хуже, 1,3% и начались терки. Терки. Вот что ты по этому поводу думаешь? Кто прав, кто виноват и вообще, кто ближе к Истине? Вань. Я думаю, я более пессимистично смотрю на Испанию. Я вообще в принципе сильно удивлюсь, из них будет рост такой заметный, отличимый от единички. Ну то есть у них нет реально небольшая безработица, большие структурные проблемы в экономике. Их надо решать, их никто не решает. Я может быть неправильно задавал вопрос, то есть испанцы говорят, что мы сократимся на 0,5, а МВФ говорит, вы больше сократитесь на 1,3. Вот так вот стало. То есть не рост сокращений? Не рост, извини, пожалуйста. Ну да, ну то есть, ну вот, вообще это в принципе коррелируется с прогнозами по ВВП всей еврозоны. Там тоже все вроде как сокращается, вопрос только на сколько сокращается. Вот именно вот здесь недопонимание, то есть по поводу того, что сократимся, это очевидно, но вы неправильно посчитали. Мы все-таки, вот видите, мы ужимаемся, и у нас сокращение максимум на полпроцента. Испания, она из немногих стран в Европе, она очень сильно завязана на внутренний европейский спрос. И если сокращается будет Испания, сильно ниже прогнозов, то тогда и Франция в первую очередь пострадает, и пострадает Италия, и, ну и там дальше по цепочке. То есть это, я бы тут смотрел больше не на конкретную страну, а на то, чего они ожидают от всей еврозоны. Потому что то, на что они ожидают от еврозоны, это функция того, сколько стоит евро в отношении доллара, на мой взгляд. — Ты как думаешь, Саш, по поводу Испании? — Да, значит, мой взгляд такой на все эти вот пляски вокруг прогнозов. Нет, серьезно, обычно МВФ и Всемирный банк, они совладятся тем, что они дают всегда крайне пессимистичные прогнозы. — То есть у них такая позиция просто? — Действительно, такая позиция у них. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, они оперируют просто западающими макроэкономическими показателями и уже постфактум выдают, что называется просто, нам просто тренд просто продлевают и смотрят. Потому что вот я помню, как они сколько раз не угадывали со всякими вот этими кризисами, вот, когда они говорили, что вот та-та-та-та-та, там уже кризис уже давно, уже там 2008 году он уже остался, уже 2009 году он начнет расти. А они все, да, они продолжают гнать вниз. — Саш, я прошу прощения, все время у нас заканчивается, мне нужно делать небольшой анонс. Итак, внимание, закупки госкомпаний против коррупции такое возможно, об этом сразу после выпуска новостей в прямом эфире говорят Юрий Пранько и его гости Сергей Габестро и Сергей Каратаев. Ждем ваших вопросов, комментариев. Я прощаю, спасибо вам, уважаемые мои друзья, а вам, слушатели, желаю успехов на рынке, всего хорошего. — Всего доброго. — Спасибо.